Всем привет, меня зовут Женя, я хотела бы поделиться опытом проведения тестов в сравнении подписок с пакетами. Возможно, вам будет полезен наш опыт, приступим. По плану доклада расскажу немножко про компанию, про структуру, про клиентов, затем расскажу тест, который мы запускали, его краткое описание, посмотрим результаты, которые мы получили и инсайты, которые мы вынесли для себя, возможно, они пригодятся и вам. Возможно, вам знаком бренд Skyeng. У школы Skyeng есть три основных направления. Это онлайн обучение английскому взрослых под брендом Skyeng, это обучение детей различным предметом, в том числе и английскому SkySmart, и дополнительное образование онлайн для взрослых, SkyPro. Я работаю в направлении SkySmart, и, собственно, тест мы проводили в этом направлении. По клиентам, то есть клиентом в направлении SkySmart для нас является ребенок. Ребенок может обучаться по нескольким предметам, и по каждому из этих предметов он может приобрести какое-то определенное количество уроков. Изначально эти уроки он может оплатить либо сразу полностью, приобретя пакет на количество уроков, либо оплатив эти уроки в рассрочку, то есть разбив платеж на несколько частей. Мы запускали сплит-тест и тестировали против данных способов оплат, оплату по подписке на месяц. То есть ученик покупал фиксированное количество уроков на фиксированный промежуток времени на месяц. Почему решили вообще запустить этот сплит-тест? Мы провели анализ рынка, как бы наших конкурентов посмотрели, увидели, что наши основные конкуренты используют эту модель, тоже, соответственно, захотели для себя попробовать. И, в принципе, механизм подписки позволяет влиять на интенсивность обучения студентов, так как есть ограничение по времени, то есть мы стараемся не упустить нашу выгоду и отходить, собственно, все уроки, которые мы купили. Ну, по крайней мере, мы в это верили и хотели на это повлиять. Сплит-тест мы запускали как ААБ-тест, то есть 25-25% шли на вариации АА и на вариацию Б с подписками 50%. Далее нам-то пригодится для проверки здоровья теста, где мы сравним АА-вариации, и в дальнейшем анализ мы проводим на ААБ-вариации, то есть 50 на 50. По воронке, как вообще происходит процесс от поступления лида до составления сделки. Изначально человек приходит на сайт, затем он оставляет заявку. В заявке он указывает свои контактные данные, по которым с ним связываются операторы. После связи с оператором назначается вводный урок. На вводном уроке ученик уже узнает детали обучения в школе, узнает способы оплаты, варианты пакетов, которые он может приобрести. Соответственно, в контроле ученик видел только варианты оплаты фиксированного количества уроков без ограничения по времени прохождения. А в тесте у него была витрина, где было определенное количество уроков, но пройти он должен был их за месяц. И, соответственно, после прохождения вводного урока, после того, как он видит витрину, он принимает решение оплачивать, не оплачивать, и если он оплачивает, он становится нашим клиентом. Ну, собственно, вкратце схемы с витриной, то есть во время вводного урока это выглядит следующим образом. Потенциальный ученик общается с оператором, и на витрине он видит варианты оплаты. Представлена карточка контроля и карточка теста. Следует отметить, что они имели некоторую разную структуру. То есть, если в контроле мы подчеркиваем стоимость урока, так как нет ограничения по времени прохождения, то в тесте немножко сместили фокус, чтобы сконцентрировать на том, что эта сумма, которую он платит, она как бы за период. При этом цена урока в контроле и в тесте, она одинаковая. На что стоит обратить внимание, собственно, чем различались контроль и тест? Ограничения по времени прохождения, как я уже сказала. То есть в контроле можно купить, например, 128 уроков и ходить их там год, даже два. В тесте, если ученик покупает, например, 24 урока, он их должен проходить в рамках месяца. Большие пакеты, они могут быть только без ограничения по времени, потому что тот же пакет 128 уроков в рамках месяца ученик вряд ли сможет пройти, какую бы интенсивность он не выбрал. Ну, маловероятно. Вот. Поэтому мы оставили в тесте только пакеты до 24 уроков. Соответственно, витрина имела несколько иной вид, то есть там отсутствовали большие пакеты, которые были в контроле. В силу того, что были большие пакеты в контроле, у них была возможность оплатить их в рассрочку. В тесте этой возможности не было, ну, потому что там были меньше суммы и обучение всего на месяц, это, казалось, не имеет особенного смысла. И так как есть ограничения по времени прохождения в тесте, то такой еще нюанс. Если человек не успел пройти уроки, которые он приобрел, то неотхоженные уроки, вот эта часть уроков, 50% из них мы записываем себе в GMV, а 50% из этих неотхоженных уроков будут зачислены на бонусный счет ученикам. Соответственно, дальше он может их использовать при следующей оплате. Гипотеза на тест была следующая. То есть мы, по нашим прогнозам, ожидали, что в тесте прибыль с ученика будет плюс 10% на третий месяц его жизни после оставления заявки. Мы, собственно, построили такой прогноз, основываясь на том, что мы сможем повлиять на интенсивность, то есть человек будет видеть это ограничение по времени, соответственно, он будет более интенсивно заниматься. На ретеншн мы также надеялись, потому что часть неотхожных уроков будет записана ему на бонусный счет, и, соответственно, это замотивирует его прийти в следующий раз и потратить свои бонусы. И также мы ожидали, что снижение расходов за неотхоженные уроки, то есть та часть, которая не записалась ему в бонусы, но попала к нам в GMV как из неотхожных уроков, соответственно, расходы по ним на проведение уроков мы не понесем. Ну, то же самое более схематично выглядит следующим образом, то есть, собственно, юнит экономика, да, то есть как мы ее считаем. Прибыль с ученика для нас — это LTV, то есть GMV с ученика, по сути, деньги, которые мы получили за отхоженные уроки, минус операционные расходы, минус расходы на привлечение клиента, минус уроки на… ой, минус затраты на привлечение преподавателя, минус затраты на проведение уроков, именно зарплаты учителям на проведение этих уроков. Итак, метрики, по которым мы определяли, что тест, собственно, успешный. В долгосрочной перспективе мы ожидали увидеть плюс 10% к прибыли с ученика, и как дополнительная метрика, которая бы нам показала такое некоторое здоровье теста, да, это конверсия оплаты заявки. Это конверсия, которую мы видим достаточно быстро, она вполне очевидно отражает для нас ситуацию по поведению клиента. То есть, если бы мы увидели, например, созначимую просадку в тесте, это бы означало, что либо мы неправильно преподносим саму систему, саму идею, да, подписок, либо мы технически где-то что-то делаем не так, и основная наша конверсия пошла вниз. То есть, скорее всего, мы бы остановили тест, пересмотрели и запустили бы, наверное, заново после правок. Перед запуском теста мы для себя построили некоторый прогноз, некоторую картину, как мы вообще видим развитие событий, то есть, основываясь на каких-то наших предположениях. Мы предполагали, что конверсия оплаты заявки будет чуть выше, незначительно, за счет того, что на витрине как раз-таки будут отсутствовать большие пакеты. То есть, витрина выглядит так, что как будто бы цены ниже, ну, просто потому что большой пакет в рамках месяца не пройдешь. Средний чек при этом мы ожидали, что будет ниже, но, собственно, по той же самой причине, что ушли большие пакеты. Денег на заявку РПУ мы ожидали, что тоже станет пониже за счет низкого среднего чека. Retention и интенсивность, как я уже говорила, мы ожидали, что будет выше, основываясь на самой идеи подписок, да, что часть запишется на бонусный счет, как бы ограничение по времени, вот вся вот эта философия. Вот. И GMV мы тоже ожидали, что будет выше за счет того, что часть средств у нас уйдет, даже несмотря на то, что ученик не пройдет эти уроки. Теперь посмотрим результаты, да, насколько наши результаты совпали с нашими ожиданиями. Ну, перед тем, как анализировать данные, мы, собственно, проверили их, да, провели очистку данных, что у нас вариации не пересекаются. По критерию хи-квадрат мы проверили репрезентативность выборок. Затем, как я уже говорила, мы запускали ААБ-тест, и у нас была возможность проверить нашу сплиттовалку, скажем так, мы называем, да, то есть распределение по вариациям трафика. Мы сравнили АА-вариации, проверили распределение средних, это статистики, они симметричны, проверили распределение P-value, то есть оно равномерно, и количество ложных положительных случаев не превышало альфа. После этого мы можем приступить к анализу. Пройдемся по каждой из метрик. Итак, оплаты заявки мы ожидали, что будет выше. И действительно, по факту, конверсия выше, метрика у нас прокрасилась, мы видим распределение средних, мы применяли Bootstrap и T-критерий. Уровень мощности больше 80%, то есть мы видим, что, да, конверсия действительно выше. Средний чек мы ожидали, что он будет ниже, и да, он ниже, и причем значительно. Метрика также прокрасилась, мощность также набралась. По РПУ тут вот несложно угадать, что он действительно был ниже за счет такой большой разницы в среднем чеке. Несмотря на то, что конверсия в оплаты выше, средний чек настолько ниже, что РПУ все равно оказался ниже. Метрика также прокрасилась, и по мощности больше 80%. Ретеншн мы ожидали, что будет выше за счет того, что захотят люди все-таки потратить свои неотхоженные уроки, которые записались в бонусы. Но, однако, здесь наши ожидания не подтвердились. Ретеншн ниже. Собственно, метрика прокрасилась, значит, мы видим эту разницу. И если мы будем смотреть по когортам, а у нас тест шел три месяца, то есть у нас есть три целые когорты декабрь, январь, февраль, и мы можем посмотреть ролл и ретеншн по месяцам жизни когорт. Мы видим, что по каждой из когорт на каждый месяц жизни когорт у нас в тесте более низкие показатели. По интенсивности. Здесь мы ожидали, что мы положительно повлияем на нее. Однако нет. Однако, если мы посмотрим и по когортам в отдельности, и совместно по всему тесту, то количество отхоженных уроков по ученикам в тесте будет ниже, чем в контроле. И если мы будем смотреть также по когортам, кумулятивно за все месяца жизни когорт, мы тоже увидим, что контроль выигрывает у теста. То есть там больше интенсивность. С чем это может быть связано? То есть, наверное, здесь немножко остановлюсь. Помимо количественных исследований, мы параллельно вели качественные исследования. То есть у нас были какие-то ожидания, почему же они не подтвердились? Мы проводим работу с методистами вводных уроков, собираем обратную связь от учеников. И, как мы понимаем ситуацию, не всегда понятна сама система подписок. То есть мы для себя увидели точку роста как раз в том, чтобы более понятно и очевидно описывать систему подписок. Потому что самой такой критичной точкой для нас оказалась это переход с первого на второй этап подписки. По GMV мы ожидали рост. И здесь действительно есть стозначимый рост. Почему же так получилось? То есть там по ретеншину и по интенсивности не подтвердилось, однако в GMV выполнилось. Ну, здесь секрет заключается в том, что у нас стозначимо выше конверсии оплаты к заявкам. То есть из пришедших заявок вы получили больше учеников. Больше учеников, соответственно, которые занимаются, за их уроки мы получаем, за отхоженные уроки мы получаем GMV. Вот. И за счет этого у нас получается GMV в тесте выше. Вне зависимости от того, отходит ученик все уроки или нет, получается у нас сумма записывается в GMV. Поэтому здесь мы видим стозначимую разницу, и тест в данном случае выигрывает. Если мы пройдемся по каждой метрике, наши ожидания и реальность, которую мы увидели, то в части метрик наши ожидания совпали с результатами, в части нет. И вот тут интрига, да. То есть а что же, собственно, с основной гипотезой? Ведь самое главное для нас был, собственно, критерий приемки, это профит на ученика. То есть приходим к юнит-экономике, и для нас важны вот именно затраты еще, помимо того, что мы смотрим на основные метрики. Тут мы вернемся к той формуле, с которой мы начинали. Прибыль с ученика мы рассчитываем как LTV минус затраты. То есть мы знаем по каждой из когорт затраты. Соответственно, в разных, в каждый месяц он свой. Например, на привлечение клиента, да, в декабре мы тратим одну сумму, в январе другую и так далее. Получается, мы посмотрели LTV, посчитали где-то GMV на студента, и здесь-то значимой разницы между контролем и тестом нет. Когда же мы смотрим на расходы, то получается, что затраты на привлечение учителей у нас одинаковы в контроле и в тесте. А затраты на привлечение ученика у нас в тесте ниже. За счет того, что, собственно, из заявок мы получили больше учеников. То есть на заявки мы потратили приведенное одно и то же количество денег, да, но из-за того, что конверсия в ученики выше, соответственно, стоимость одного ученика для нас получилась ниже. И также у нас нет затрат на проведенные, на проведенные, точнее, не проведенные уроки, да, по тем урокам, которые ученик не успел пройти до окончания подписки. То есть мы вот эту часть ресурсов как бы сэкономили. В итоге, подводя юнит экономика, то есть я, к сожалению, не могу привести полностью расчеты, да, финансовые, но могу показать только итоговую выгрузку. Сравнивая прибыль с ученика в тесте с прибылью с ученика в контроле, в процентном соотношении, у нас получилось, что по каждой из когорт на третий месяц жизни мы имеем положительный результат и даже больше, чем мы ожидали изначально. Если мы смотрим кумулятивно, то мы тоже видим, что, собственно, с каждым следующим месяцем жизни как горт, у нас получается, что тест показывает себя лучше по отношению к контролю. Собственно, те инсайты, которые мы для себя увидели. Профит в итоге в тесте у нас оказался выше, и он оказался выше за счет конверсии оплат к заявкам. Она положительно сказалась на дальнейших шагах расчета основной метрики и за счет снижения расходов. Такой еще нюанс, который может быть полезен другим, да, то есть запуская подписки, мы изначально ожидали, что старт подписки начнется с первого дня. Ну, то есть как оформил человек с этого момента, с момента оформления подписка у него началась и через месяц закончится. Но это оказалось студентам неудобно, и мы практически сразу поменяли эту систему, и подписка начинается с первого дня обучения, потому что есть какой-то вот этот некоторый промежуток времени с момента оформления до момента старта. И, скорее всего, ученик будет стабильно заниматься после того, как он пройдет свой первый урок. И мы для себя увидели точки роста. Это средний чек и это retention, потому что, как мы увидим, да, что retention ниже в тесте, в то время как если мы сможем перевести с первого этапа на второй, то, соответственно, мы сможем дольше держать ученика с нами, и LTV по нему будет выше. Исходя из полученных инсайтов, мы определили для себя план действий. Следующим этапом мы будем тестировать подписки на более длительный период, на 3, 6, 12 месяцев. Из-за того, что у нас появятся подписки на большие суммы, мы сможем добавить туда рассрочку. И мы будем делать доработки на витрине для того, чтобы сама система подписок для наших клиентов стала более понятной и прозрачной, и удобной, собственно, в применении. Как итог, мы рассчитываем как раз-таки закрыть эти точки роста и, собственно, выйти на еще лучший результат. Вот. У меня все. Надеюсь, было полезно. Да, Евгения, супер, большое спасибо. На самом деле, знаешь, это, честно расскажу, буквально сегодня тоже закончили один АБ-тест, в котором, если переводить на ваш язык, у нас количество заявок осталось прежним, количество профита выросло, а вот количество GMV тоже упало. И вот вопрос, на какой вообще трейд-офф вы готовы идти в таких тестах? Вот какое там, не знаю, там, как вы решаете такие конфликтные ситуации, когда вы понимаете, что там юнит-экономика действительно становится лучше, но суммарная выручка, может быть, проседает. Как вы решаете? Или вы сразу решаете передизайнить этот тест, или вам всегда надо, чтобы там GMV никогда не падал ни при каких условиях? То есть как вы решаете вот эти конфликтные ситуации? Ну, зачастую мы стараемся понять какое-то общее направление, то есть какую метрику мы, в принципе, берем за основную, и чем мы готовы поступиться. И после этого мы смотрим, как раз-таки мы подводим какие-то выводы, итоги, и смотрим, как мы на вот те точки, где мы просели, можем повлиять и перезапускаем, чтобы потом их как бы поднять с этого дна, и как-то вывести, по-другому попробовать спроектировать, потому что, ну, вот как, собственно, у нас было, да, то есть вроде бы наша гипотеза сошлась, но retention ниже, как бы нас-то тоже не устраивает, потому что с точки зрения клиентоориентированности, да, то есть у нас люди куда-то дальше не пошли. Поэтому, ну, мы бы, скорее всего, передизайнили эксперимент и попробовали заново какую-то механику. Да, кстати, вот интересно, а как вообще вот, ну, для того, чтобы померить retention, это иногда требуются очень долгие АБ-тесты, либо вы их проводите короткие, а потом retention сможете, смотрите каким-то отложенным плечом, но тогда уже, наверное, люди начинают другой продукт видеть. То есть вообще как вот в АБ-тестах смотрите на retention? Ну, действительно, в данном случае это был долгий тест, да, как я уже сказала, у нас там три когорта даже получилось, декабрь, январь, февраль. То есть мы изначально планировали, что это будет долгий тест, потому что нам было важно, там, через месяц увидеть, как они будут продляться, там, возможно, как бы еще с ними что-то дальнейшее посмотреть. Поэтому мы изначально закладывали, что он будет долгий. И да, как ты верно сказала, что после окончания теста мы еще затем смотрим, как они себя ведут. Но уже, видимо, в других, они уже как бы находятся снова там, видимо, в контрольной группе, и смотрите на их поведение, тех пользователей, которые были заэффекчены вашим тестом в прошлом, как бы как они там себя продолжают уже, ну, вы же, когда тест закончили, у них же эти пакеты, как я понимаю, пропали, и они снова начали видеть ваш какой-то регулярный продукт. Нет, у нас, получается, этот... Нет, у нас тест продолжается, как бы, и они, по сути, из этого теста, как бы, не выпадают. И надо заметить, что у них подписка на месяц. После того, как она у них заканчивается, у них подключается автоплатеж. Как бы, соответственно, если они не продляются, то они не попадают в этот ретеншн. А если они продляются, то да. И поэтому, по сути, ну, да, то есть, с одной стороны, конечно, они могут быть, видите, следующий пакет, но для нас важна картина в целом, как в итоге. То есть, если так или иначе он к нам все равно не вернулся, значит, все-таки, как бы, тест проигрывает. Хорошо, все. Теперь перейду к вопросам от наших слушателей. Вот. Каким образом определялась длительность теста? Онлайн Эвана Миллера просто, насколько я понял, только Дельта озвучена была. Ну, видимо, вопрос-таки как раз-таки, как вы вообще понимали, как долго вам нужно вести этот тест? Да. Ну, то есть, получалось, что, как бы, наш планируемый МДЕ мы могли закрыть, собственно, там где-то через полмесяца, да. То есть, не обязательно было держать так долго. Но нам важно было получить вот эти вот разные когорты. То есть, например, ну, как я уже сказала, у нас тест идет, ой, подписка длится месяц. То есть, нам важно, чтобы вот проследить эту всю, набрать полностью когорту, по ней потом посмотреть продление, как они себя ведут. Затем, как я уже там сказала, у нас был такой инсайт, что подписка должна начинаться с первого дня занятия. То есть, например, в декабрьской когорте, когда мы только запустили тест, для нас это совершенно новый был процесс, то есть мы для себя вот этого еще не увидели. И у нас, получается, в декабрьской когорте подписка начиналась с момента оформления. В февральской когорте мы увидели этот момент, и у них момента, получается, уже первого урока. То есть, по себе когорты чуть-чуть, они отличаются. Там есть небольшие доработки, вот именно после количественных исследований мы проводили качественные, чуть-чуть где-то докручивали и смотрели вот следующую когорту с небольшими доработками, влияет ли оно. Ну, в нашем случае оно незначительно повлияло, потому что, если смотреть на ретеншн, каждая из когорт, она проигрывает контролю. Но для нас это была возможность как бы отладить процесс. То есть, поэтому мы немного как бы нестандартно подошли, как обычно запускается. Да, то есть, я тоже понимаю, там, типа, обычно смотрят, там, какой МДЕ, сколько нужно трафика и так далее. Так как здесь продукт более необычный, у вас, наверное, сроки проведения зависели больше от того, как он выглядит для пользователей, нежели от обычных способов расчета, там, времени проведения АБТ-теста. Да, да, здесь было связано именно с моделью подписок и вот такой длительностью ожидания окончания периода, да. В общем, да. Да, вот тут есть один такой немного холиварный вопрос, ну, по крайней мере, у нас в Авито вызывало иногда обсуждение, почему вы используете подход с ААБ, а не смотрите АА на ретроспективных данных для проверки здоровья сплитования. Ну, обычно, когда не хватает данных, ну, не хватает трафика, мы так и делаем, но в данном случае у нас очень много трафика, нам это позволялось. И, ну, почему нет, когда да. Ну, в общем, как бы мы и так делаем, и так делаем, просто в данном случае мы решили сделать так. Я уже понял, в общем, трафик есть, можно и ААБ провести. Ну, да, но... Трафика не хватает, делайте ретро АА. В общем и целом, ну, да, скорее так. Да, понятно, хорошо. И вот еще есть один вопрос. Есть ли способ, метод, как определить влияние в долгосрочной перспективе на отношение клиента? Есть опасения, что сначала увеличится GMV, а потом снизится количество клиентов со всеми вытекающими. То есть вот, как, я, видимо, перефразирую, то есть как вы оцениваете результат каких-то ААБ, тем более таких долгих, на каком-то более далеком горизонте, может быть, чем месяцы, годы, если у вас какая-то вообще аналитика по этому вопросу? Да, у нас, помимо вот этих расчетов, у нас еще есть прогноз на LTV, где мы, исходя из полученных уже данных, да, собранных, то есть у нас есть за пять месяцев жизни когор какие-то данные, мы по ним дальше строим прогноз LTV. В общем, для нас это норма, потому что, в принципе, у нас ученики занимаются там год-два, и мы смотрим в долгосрочной перспективе, насколько мы окупим. И, опять же, у нас достаточно высокая цена привлечения клиента, то есть мы должны понимать, с какого момента мы окупим именно вот эти затраты, да, Custom Requisition Cost. Да, да, мы смотрим, и для данного теста мы тоже рассчитывали, и на самом деле получается, что если смотреть на одного ученика, ну, как бы усредненного, да, ученика из теста и из контроля, получается действительно, что человек из контроля ведет, ну, как бы живет с нами дольше за счет того, что у него RPPU выше, ой, RPPU выше, то есть средний чек, и retention выше, то есть он изначально пришел с более высоким чеком, и на дольше с нами сохранился, это действительно так. Но за счет того, что у нас ниже затраты по нему, и за счет того, что более высокая конверсия оплат к заявкам, то этих учеников пришло больше в тесте, и они, получается, вот этой, как бы, волной они перекрывают. Поэтому вопрос хороший, мы это делали, да, но по факту получается, что кумулятивно выигрыши, но, опять же, с точки зрения именно вот и клиента ориентированности, и, в принципе, да, ситуации, нам, конечно, нужно подтягивать retention, это, безусловно, точка роста, да. Я думаю, что для всех подтягивание retention – это, безусловно, точка роста. Да. Так, Жень, на самом деле, все вопросы от наших слушателей закончились. Спасибо тебе большое за доклад.